Как мне слышно, пожалуйста? Я чувствую, что меня плохо слышно. Так, сейчас я посмотрю, что тут можно сделать. Погромче, да, я понял. Сейчас, минуточку. Так, что тут у нас? Скажите, пожалуйста, как будет сейчас? Слышно. Сейчас лучше, да? Ну, будем надеяться. Все, спасибо, 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 друзья. Значит, лето в разгаре, мы уже в июле месяце. Я хочу еще, пока вы не перешли к вопросам и к темам, к сегодняшним, такое знаковое событие. Все, кто является гражданами, подданными Российской Федерации, поздравить вас с принятием, народным принятием, поддержкой, вернее, новой Конституции или даже реновированной или реконструированной Конституции. Об этом можно много спорить, много говорить. У меня у самого есть мнение по поводу тех вещей, которых не обязательно не могли быть в Конституции. Но при этом, я не случайно это комментирую, друзья, там есть ключевые моменты, которые абсолютно, ну, являются, скажем так, ключевыми, важными. И только благодаря им государство, как бы, заявляет и уже заявило всему миру, что есть у государства стержень, и оно не позволит навязывать никаких мнений со стороны. И это очень важно. Вот эти пункты, они ключевые. Все остальное дело техники. И все, что касается, например, обнулений, там, каких-то сроков, прочих дел. Вы знаете, вот мой жизненный опыт показывает, что, значит, не имеет смысла, ведь, понимаете, ведь смена руководства или смена президента, скажем прямо, это не является самоцелью. Причем, скажем так, у меня нет оснований полагать, у меня есть достаточный опыт того, как люди управляют, чем это государство. Несмотря ни на что, у нас у всех есть свои кривые зеркала, кривые стороны. Важно то, каких результатов достигает система, которой пытаются и фактически управлять. Поэтому, завершаю тему, хочу вам сказать, друзья, это большое знаковое событие, я вас поздравляю. Поздравляю нас тоже, кстати. Потому что мир очень непрост, и мы еще это узнаем, услышим. Чуть тише хрипит. Хрипит Олег, понял, услышал. Сейчас я сделаю чуть потише. Так, как сейчас? Сейчас, наверное, чуть лучше, да? Хрипит звук. Марина, ничего страшного, это не скользкая тема, это тема, о которой много говорят, и поэтому давайте сейчас на этом закроем. Я высказал вам свое мнение, а каждый имеет право иметь свое мнение. Вот и все. Хотя это может быть не то место, где об этом говорить, но я посчитал необходимым об этом сказать. Теперь, следующее. Звук нормальный, спасибо. Значит, следующее, друзья. Значит, в чате проскочила информация, там обменивались мнением наши коллеги, партнеры. Вот, и вопрос встал об ответственности. Об ответственности нас перед теми, или любого из нас, перед теми, кого мы привлекали, привлекаете, и вы привлекаете в партнеры, или привлекли уже в партнеры в свое время, или в инвесторы, как таковые. Да, действительно, есть такие люди, и у каждого у нас есть право принять на себя ответственность. В каком случае? В случае, если человек ушел в мир иной, у него есть родственника, который вообще ничего не представляет о том, чем он занимался. А может быть, он и не занимался, а просто по каким-то другим жизненным вопросам провести и поучаствовать в этой информации. Ведь будем откровенны. Мы же ведь в конечном итоге делимся этой информацией, чтобы нам наши парище, наши знакомые, близкие и вообще незнакомые люди когда-нибудь не сказали, что, слушай, а что это ты умолчал? Поэтому этот процесс был запущен, он продолжается, он и будет продолжаться, слава Богу. И поэтому действительно в этом процессе мы уже прошли практически пять лет, и здесь действительно возникают такие вопросы ответственности. Что я хочу здесь сегодня сказать, не вдаваясь, это надо подготовиться еще отдельно, раскрыть тему. Но, к примеру, я хочу сказать, что наша ответственность есть перед ушедшими или перед теми, кто практически абсолютно некомпетентный. То есть есть такие люди, которые говорят, слушай, меня зарегистрируй, сделай, проведи, я все сделал и так далее. Но нет, неоднократно обращайтесь с этим. Что теперь дальше? Ну а дальше отвечать надо, я всегда отсылал к человеку, который приглашал, ну и как-то разбирались. Поэтому эта тема очень важная, но хочу одно сказать, что в любом случае, дорогие друзья, тот, кто берет на себя ответственность, он знает, что это значит технически. И все вопросы надо решать, скажем, в рамках, ну скажем, тех возможностей, которые есть. Поэтому, взяв на себя эту ответственность, он, естественно, берет на себя и, как бы, не только мораль, но и юридическую ответственность перед семьей ушедшего человека или перед семьей тех людей, которые, или перед тем человеком, которые, ну скажем, даже компьютера нету, типа того. Поэтому здесь на эту тему можно побольше немножко и нужно будет побольше поговорить, и мы к этому придем. Но в рамках закона, в рамках правил, которые приняты, есть возможности, как это, цивильно, достойно и с чистой совестью все это дело провести. И, конечно, это не критично, тем более, что по травке к Конституции, которая не была принята, напишем новое время. Да, конечно, конечно, естественно, это еще отдельная история, как она была принята. Я знаю, как, много чего знаю, я помню хорошо то время, что у нас в Эстонии происходило. Как вообще, скажем так, ну ладно, это отдельная история. Спасибо вам, спасибо за мнение. Значит, дорогие друзья, вот вопросов сегодня, значит, вопросов немного, поэтому первый вопрос, это, естественно, скорее всего, произошла ошибка, или я болтанул, а тот, кто писал, человек, значит, Ольга писала тезисы, она один к одному поверила мне, у меня просто слетело 0,1 цент. Нет, я хотел сказать, сколько центов, а фактически это 0,1 доллара. Потом это исправление было исправлено, но кто-то успел, видать, зафиксировать, и потом не смотрел, а в тезисах уже потом было исправлено. Так, на какие цели сейчас идут средства-то покупки токенов инвесторами? Вы знаете, все те, все тоже, значит, пока не объявлен, пока идет, значит, утилити токены, мы работаем практически с этими токенами проектные, значит, они идут, в общем, на целый, на общий процесс эти средства, то есть на его пассирование, и предполагается там размещение все, пока не будет объявлено отдельное размещение, это на поддержку общей технологии, то есть ее развитие и проведение всех работ. Ведь смотрите, если вы, кто следит, естественно, видели, что несколько траст по 2,5 километра планируется и в Мариной горке, ну, в Мариной горке там не очень не разгонишься с 2,5 километрами, но там другие трассы, но в Шарже, в инновационном центре, значит, там, естественно, будет несколько. Для меня это тоже была новость, но хорошая такая новость, потому что проект развивается, это очень важно. И на все нужны деньги, естественно. Я не исключаю, я уже говорил, что, ну, на эту тему надо посоветоваться, будет еще там обсудить, есть разные мнения, значит, но я бы, вот если бы у меня спросили, я бы сказал, что самое время было бы сейчас, как бы, применить так называемый чисто проектный, то есть, например, инвестиции четко взять отдельный инвестиционный пакет в трассу, скажем, проект трассы 2,5 километра. И там есть целый ряд возможных, как бы, целевых направлений. Но это дело обсуждения, требует обсуждения юридики, главное, как юридически это правильно все оформить. Вот, так что, вот таков мой ответ на этот вопрос, дорогие друзья. Ну, Олег, я, значит, сколько у нас вопросов нету, это тоже тема, то, что вы здесь написали после развала там СССР, так далее, так далее. Вы знаете, большая страна, я когда-то очень активно занимался политикой в моей стране, в Эстонии, вот, и, ну, это такое, значит, если я не участвую в политике, то по мере возможностей, то политика в любом случае пригибает меня. От того, что я там участвую, не сильно что-то меняет. Но мы сегодня будем говорить еще раз о статистике, и о статистической кривой, о которой я говорил. От этого зависит все. И поэтому голосовать надо. Если бы у меня дочь приняла и спросила, значит, как ты думаешь, и мне очень интересно твое мнение. Она живет, она гражданка Российской Федерации. Я ей откровенно сказал, дорогая моя, что, понимаешь, я бы вообще сделал так, не участвовал в голосовании, не важно, что ты там проголосовал, не участвовал, значит, ты не участвуешь больше ни в каких социальных благах, ни в каких благах, которые тебе государство дает. Вот и все. Ты не высказал свое мнение. Государство не знает об этом. Вот и все. Не важно, там, ты за, против, или ты там, скажем, воздержался, это еще отдельная история. Сдвинется Светлана. 14 этап. Он двигается. 14 этап идет. Вот. И если вы хотите, значит, это формальное объявление там под этапов. Я так думаю, что... Я потом... Сейчас вот так, как пульно говорить, я потом по кривой своих размышлений еще вам покажу. Сработал против нас. Не знаю, какой там бойкот против вас сработал. Я считаю, что бойкот был вообще хорошее мероприятие для поддержки, внутренней поддержки самого, или того, чтобы реорганизовать то, что можно реорганизовать. Ведь большая система в России. Кое-что удалось реорганизовать, а это только плюс. Да, 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 правильно. Все, друзья, тему закрыли. Спасибо за ваше мнение. Идем дальше. Хочу кое-что вам рассказать. Sky World Community. Значит, недавно, не буду называть страну, в которой куратора региона, в какой-то степени даже он там как бы представителем является, вызывали в финансовые органы финансового надзора. Когда я задал вопрос юристам, которые попросили там поддержать его, значит, что скажите, пожалуйста, что это за организация? Это организация, регулирующая внутри государства различные, скажем, финансовые операции, операции с деньгами. И его начали там пальцем бзить, показывать, и не совсем правильно юристы поняли. Очень четко надо для себя представлять, что Sky World Community, который представляет тот человек, региональный куратор, не является платформой фаудинга. Его там начали вменять, что вот вы проводите в нашей стране краудфаудинг и так далее. Нет, наш проект находится за пределами одной страны. Тем более, в той стране конкретно нет. Это касается России, это касается Эстонии, это касается Польши, любой страны. Пока, значит, ориентирован на проект не объект. То, что делается, проект таковой, информация, которая дается, она ориентирована не на объект, а на проект. Понимаете? на поддержку проекта. И никто прямо в проект не инвестирует и не поддерживает. Я сейчас объясню, почему. Заем делается не прямо в объект, а в личный кабинет и в пакет проекта. Потом, когда человек принимает решение, понимаете? То есть, он может обучение взять, которое сейчас, кстати, появляется, он может любые другие действия сделать. Нет обязательств регистрироваться в какого-либо в стране операции в самой семье. Человек направляет по своей дару все равно, как он будет покупать. Причем там он прямо направляет деньги куда-то. Здесь он направляет на свое имя фактически в кабинет. И используем партнерскую систему взаимоотношений. Это вполне возможно, и это не кромфами. Мы используем инструменты и методы. Не более. Этого практически нет. Второе. Мы не принимаем деньги. То есть, не Иванов, не Петров, не Сидоров, не Масло, в том числе, предлагая кому-то информацию, рассказывает, я в руки ни одного цента не беру. Бонусные вещи, это другое дело. Но, извините, мы оказываем услуги, платформа организует передачу информации о проекте. Сегодня, вот вы видели, постоянно ведется текущая поддержка информационная. Организует движение финансов по решению инвестора, заемщика. Понимаете? То есть, он принял решение, окей, обслуживается. Организуем, гарантируем оформление залога в собственность, если и когда он пожелает это. Четвертое, организуем работу личного кабинета партнера. То есть, это пространство в интернете, условно, виртуальное, которое принадлежит по всем законам, это имущество. То есть, что это значит? Это значит, что мы не принимаем деньги, человек сам средства в свой как бы виртуальный кабинет, свое виртуальное пространство. А дальше он распоряжается с основного какого счета, кому, чего он переводит. Это его дело, это его распоряжение. Мы выступаем при этом гарантом и посредником, партнером. Все. И когда мы это правильно и четко понимаем, не к чему придраться. Любая организация, пой надзор, пожимает пиамин, пока нету никаких претензий, все окей. Я вернусь, Лидия, потом к этому, что вы написали. Так что это прошу всем принимать, поскольку у нас партнерская сеть партнеров. И это очень важно понимать и знать. И очень важно понимать, что нет у нас продуктов. Мы занимаемся основным проектом. Я еще раз вернусь, поясню, каким проектом, что у нас является проектом. И готовимся к тому, когда у нас будут проекты. Проекты. Они сейчас делаются, но мы попроектно не финансируем, не кредитуем, а кредитуем основной проект, стартовый проект технологии. И вот теперь еще раз повторение мать учения. Проект это сертификация всех этих видов транспорта и их строительных технологий строительства. Это основное. Через, мы когда-то говорили, сейчас говорим, через то, что средства направляются в экотехнопарк или еще куда-то и так далее. Это в целом все проект. Но сюда входит еще производство, подготовка производства, инженерно-техническое обеспечение адресных проектов в Бутин. Это целая серия, мы уже обговорили неоднократно об этом. Это создание Skyway Global Токена, платформы, площадки в этой среде. Это адресные проекты, которые готовятся, проводятся, ведь практически 2,5 километра это фактически адресный проект. Далее предпроектные исследования, Prefusibility стадии, без которых этих проектов их значительно больше, чем уже находящиеся там где-то более десятка, порядка 20 адресных проектов на стадии проектирования. Так, вопрос от Бориса. У меня вопрос, обязательно ли размороженные токены списывать? Нет? А, Metamask. Да, конечно. Могут ли токи находиться в личном виде? Нет, но лучше все-таки перевести насколько или на крипто платформе информация есть в белом листе. Так, кое-что я тут тоже сегодня скажу. Так что вот, что называется и друзья проектом, это прошу любить и жаловать. Вот, кое-что вам основные компоненты платформы. Это блокчейн, это технология квантумного компьютера, и это система токенов. Об этом все хорошо написано, правда пока еще только на английском языке, я почему-то не видел на русском версии. Блокчейн дает что? Прозрачность финансовых потоков, создание умных трактов, сама технология. Это децентрализованная дигитальная платформа, она децентрализованная пока, пока, как таковая, она может потом стать централизованной, но это вопрос еще. Что квантум компьютерная составляющая? Безопасность квантума протоколов блокчейна. У него мощные возможности, и поэтому это называется так называемый второго или третьего, по-разному там его называют, уровень безопасности, обеспечения уровня безопасности, чтобы, потому что компьютерный ресурс мировой дает сейчас колоссальные технологические ресурсы для того, чтобы можно было вмешаться. Это практически минимизирует все это и дает определенную безопасность. Защита транзации от квантумных атак, в том числе, потому что там существует такая технология цепочек, независимых цепочек, которая позволяет, ну, скажем так, не попасть просто, понимаете, куда кто захочет. Безопасное и быстрое оперирование транспортной системы. Это очень важный элемент, иначе, скажем так, все было достаточно опасно, потому что сегодня затрачиваются колоссальные ресурсы на такие транспортные виды транспорта, как железные дороги, как авиаперевозки, чтобы вот это обеспечить. Это колоссальный ресурс идет на это. И теперь токен как таково. Прозрачность операций, стабильный рост компаний с ростом проектов, адресных проектов. Первый, второй, третий средства оплаты услуг, услуг и взаимодействий, которые это позволяет делать через систему токенов. То есть это взаимодействие с подрядчиком, генерального подрядчика, подрядчик поставщиками и так далее. Так, да, вот это я на ответил. Теперь дальше, дорогие друзья, что я еще сегодня хотел вам сказать. Что касается токенов, нельзя забывать, а нужно помнить и понимать, что мы находимся вот в этом периоде, где обозначена стоимость на один 1 десятая, 10 центов от доллара, да, одна десятая доллара, вот, и это до предела пока будет по размещению получено или собрано 40, 60 миллионов. Сегодня или не сегодня, а 2 07 на 12 часов было 174 667 долларов вот один skyway global токен одна десятая долларов 10 надо вот пока этого нет перехода не будет но могут и решение другие понимаете теперь что здесь очень важно две вещи которые хочу и больше не буду здесь философствовать для понимания отдайте старта публичного токена мы скоро вам сообщим это надо знать сегодня 1 июля уже прошло начался период он соблюден но с того как каковое не удалось подготовить и это именно потому что подрядчики партнеры которые это дело обеспечивали уже неоднократно об этом говорилось они были как бы ограничены у вас из-за карантина из-за всех этих заморочек которые связаны с коронавирусом вот и поэтому вот в этом процессе а я потом вернусь еще покажу взаимоотношения доллара о кино вы извиняюсь акции токена здесь есть бонусная система которая можно будет и нужно будет пользоваться как только это запустится но весь видный процент я не беру сейчас ничего здесь рекламировать я просто показываем что тут есть и разъяснения все будут даны позже не торопитесь выводить токены правильно алекс про я уже прочитал первую строчку и сразу согласен чтобы они от отображались кошельки нужно а в этом плане нужно их там да нужно я не учел этого согласен до кошелек для эфира и чтобы да 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 конечно это очень важно поэтому спешить туда вот с этим я согласен не имеет смысла все свое время от этого сейчас ничего больше не изменится может только может быть больше разных заморочек спасибо олег хорошее замечание вот дальше дорогие друзья вот теперь значит такая сложная на счету на первый взгляд система здесь 33 как бы основных оси акции свг токены и стоимость акций теперь что я здесь пытаюсь вам показать динамику динамика изменений системе стоимости акций токена в период 19 21 22 23 35 год что важно учитывать и делать выбор исходя из этого акции и или токены и вот смотрите где мы с вами находимся прошел 19 год настал и счет уже вторая половина началась двадцатого года с дисконтом по акции внутренний дискон он шоу 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 и вот здесь он где-то у нас 19 год сейчас он поднялся у него 110 один к 100 90 все время снижаться может быть не совсем надо было чуть чуть выше провести около сотни так я тут промахнулся ничего страшного но важно то что в двадцатом двадцать первому году значит стоимость а стоимость одной оценочная стоимость 1 акции то опять-таки 10 10 центов или одна десятая доллара понимаете в этот момент 20 21 году его двадцать первом году здесь очень интересно такое место а токены у нас тоже один одна десятая доллара она зафиксирована вот и в том что дальше его стоимость не более чем 0 запятая 15 сотых доллара мы видели там как он будет развиваться что это значит это значит что пока пока акции пока 14 так пока 15 так он будет запрещен двадцать первом году не раньше потому что ну скажем так чтобы родить ребенка надо от семи до девяти месяцев как минимум значит определенный процесс пройти так и здесь высокоскоростной транспорт пока он не будет завершён его сертификация и выведение в использование этап будет продолжаться это вопрос ответ на вопрос как долго будет тянуться 14 15 этап все расписано в бизнес плане на плане финансирования поэтому возвращаясь обратно что здесь сейчас важно 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 и по стоимости видите стоимости токен идет к одному доллару но он идет и где-то двадцать первом году у него разный сценарий возможно сценарий первый сценарий второй сценарий третий он может туда-сюда быть но важно то что он тоже начнет расти он тоже расти видите один доллар больше больше выше 10 долларов может быть вполне возможно но на сегодня мы сапки в двадцать первом году а важно сосредоточиться на акциях дорогие друзья потому что этот процесс идет к пио а процесс токеном идет с того и акции от одной то есть одиннадцать тысячных доллара то есть это меньше это от 1 1 1 1 1 цент на до до через одну десятую доллар или через и к идет к одному доллару он будет 1 доллар в момент выхода на айпио вот он один доллар но у него начнется динамика и начнется здесь динамика но пока пока идет этот процесс важнее потому что все здесь закончится дело с акциями вот что важно а стоят там будут еще возможности понимаете пока они будут туда доллара идти поэтому здесь важно сейчас правильно разделить свой ресурс если вставать вопрос или если там скажем так настойчивости правильно правильно определиться то лучше до конца года и до определенного момента пока есть до 21 года включительно концентрировано инвестициях связанных с именно с основным проектом и возможно с другими проектами которые начнутся но они проекты сны проект они начнутся за счет именно размещений на платформе блокчейна и через сто процесс вот чем вопрос этому еще раз резюмирую до 21 года до середины 21 года рационально сконцентрироваться на своих взаимоотношениях с залоговыми акциями понятно да следующие дорогие друзья я еще раз вернусь и поясню может быть кого-то уже скажем так это схема замучила здесь что очень важно по квадрант роберта киосаки кстати в интернете он начал сейчас очень интенсивно появляться на ю тубе и это неспроста но это отдельный вопрос вот смотрите самое реально первые отсюда сюда или отсюда сюда неважно где мы здесь с вами находились кто-то может хочет сказать что он большой инвестор ну может быть может быть но это скажем так вы же помните процент какой там был до того где больше ясно поэтому типично что фактически люди или здесь или здесь большинство ну подавляющее большинство поэтому отсюда прямо в инвесторы перетяну можно но стоишь между двумя значит капнами то ли инвестировать свой бизнес то ли из него взять и начинать куда-то инвестировать и известно что там произойдет понимаете о чем стоит вопрос отсюда сюда перешел здесь начнутся нерационально просто нерационально рациональней прийти сюда приобщиться корпорации понимаете сесть на большой корабль понимаете вот и вторым шагом вторым шагом становиться инвестором для этого масса возможностей и этим самым человек мудро действующий компания это может быть и компания кстати компания предпринимательская она принес есть такие у меня есть несколько предприятий которые это сделали и они очень четко понимают что они в корпорации они время от времени поглядывать время от времени меня дергают за усы говорят ну как у вас там я им ссылочку брошу я этим активно не занимаюсь но поскольку я уже как бы приобщился то естественно мы уже говорили там что есть ответственность перед людьми приходится им отсылать иногда прошу кого-то из структуры меня у структура абсолютно маленькая к сожалению или к счастью не знаю но не такой это отдельный столь вот и поэтому здесь очень важно отсюда переход в инвестор и и то есть дорогие друзья линия четкая линия пассивного дохода пассивных доходов каждый решай сам ты хочешь приобщиться сюда давай не хочешь ну кувыркайся здесь кувыркайся здесь хотя это тоже надо делать жить надо сейчас пока нет пассивного дохода понимаете он только в форме бонусной системы здесь и бонусной системы из которой будет что она может стать достаточно хорошей бонусной системы с того момента как начнутся инвестиции в секьюрити токен с того момента а до этого тоже может возникнуть очень неплохая возможность не беру сейчас об этом судить более подробно и таким образом повторюсь просто что такого 80 15 процентов я считаю что эти проценты еще меньше теперь дальше что еще хотел бы я с вами обсудить начну с тезиса что наша действительность формируется нами на квантовом уровне неоднократно об этом говорили захожу с другого угла или с другой стороны к этому делу что думаем туда и двигаемся тем более сейчас а вы слушаете что говорится на интернете там много чего говорится надо все очень пропускать через фильтры но целом я согласен теме кто утверждает что квантовое пространство начинает все больше и больше срабатывать и у нас большинства или скажем так у определенного большинства складываются определенные отношения с квантовым пространством чему это ведет дорогие друзья страх неудачи неуверенность в результатах проекта от чего страх возникает если мы его допускаемся от незнания от не информированности и просто от своей психологической неподготовленности понимаете это одно дело вот болит здесь вот давай здесь начнем крутить крутить или ухо блин вот давайте его начну мудить извинить за выражение значит это самое иногда это помогает но в этих случаях здесь не помогает как только мы начинаем а страх от чего мы начинаем рисовать различные картины ай вдруг вот это произойдет а вдруг а вон там то-то произошло а там интернете написали еще это а может быть это правда дорогие друзья уверенность мы к этому должны эти уверенность в проекте что ты здесь заложил то ты и получишь понимаете и когда мы будем смотреть с вами вот эту кривую здесь я еще раз поясню вам это второе неуверенность в развитии проекта это просто в результатах а в развитии что будут ли адресные проекты а задают вопрос а вы уже где-то построили а вас где-то уже работы конечно работы все те уже в 14 году вообще ничего не пицц там ничего не было были идеи только гениальные идеи все это все надо было ну извините меня ну что еще нужно откуда неуверенность я вам хочу сказать эту вещь мне неоднократно по жизни по жизни несколько раз представлялся сон который меня ну как бы наставлял вот мудрости жизни понимаете я вот так вот расставлял руки вот я вижу себя да я стою в воздухе и сам думаю уж ты ёшки матрёшки я на высоте 100 метров и сам думаю что как только я буду не уверен не поверю в то что я могу что я на руках лечу я точно грохну понимаете и но ни разу пардон вас не и не грохнулся и это меня убеждает в том что так оно и есть и поэтому то что мы создаем здесь через здесь квантовом пространстве то на здесь и ожидает то на здесь ожидает понимаешь мы противники здесь мы противники любого дела это не только нашего проекта касается это касается вашей семейной жизни взаимоотношений с люди всего касается это говорит о том что свет и позитивность но вносить это не значит то что видишь это плохое и отворачиваешься и начинаешь смотреть другую сторону нет формируй переформируй негативное позитивное впереди стань проактивным об этом мы уже говорили и я еще буду об этом тоже с вами говорить почему это говорю вроде бы напрямую ничего с проектом не связано извините меня мы создаем среду в квантовом пространстве куда мы понимаете поэтому это очень важно не поленился вот с вами еще раз способность поддержки сознанием и действия одно дело еще думать взвесить там и так далее это уже это большое дело но еще надо и действия осуществить и только с уверенностью приходят ресурсы я сам по себе замечал и замечаю по многим людям пока человек колеблется все равно в чем в том числе в нашем проекте ой вот этого не я не знаю а вот а вот это мне не нравится а вот сковей капитал или вот с в ссс а вот рвс рвс или то что там у них есть и так далее а что мне делать а куда не сосредоточься и не будет ресурсов как только человек сосредоточился уверен начинает осознавать приходит ресурсы неизвестно откуда и у него появляется возможность при поддержать проект и двигаться 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 вот сюда и подготовить себе путь сюда поэтому как и это кстати я выборах между прочим как противников стать сторонником но если ты не скажем глобальный противник ну тогда другое дело сиди там в этой противниковой стороне но сторонники в расширяю я надеюсь и уверен что вот это позитивная проактивная сторона сторонников проекта идеи инновации той же самой конституции ведь вопрос то в том что три процента я вам еще раз этот закон вселенной три процента егда сторонники вот четко сказал три человека из соте всегда до 17 будут сидеть и думать а что этот сказал а что вот этот второй третий что сказал вот и смотри а он еще показал что-то дай-ка мы тоже к ним при примкнем сторонников и вот благодаря тому как вот мы здесь думаем как мы действуем и так далее в любом не только в нашем проекте начинает расширяться пространство сторонников начинает пространство проекта развиваться понимаете то есть мы создаем квантовую среду для развития проекта и нивелируем и понижаем действия противник этого дела вот и все не в этом основная идея всего этого дела это надо учитывать до маленьк красивый сон не он тоже нравится и напоследок значит смотрите пять ключевой фраз я еще раз по ним пройдусь не сочте за за навязчивость но повторение мать учения я в этом согласен этом уверен больше чем согласен даже совладелец какие фразы с ключевые фразы партнера инвестора вот мы общаемся с вами я совладелец бизнеса и я понимаю то наш бизнес следует поддерживать и он действует у меня нет сомнений в этом нет нет оснований для этого мелочевка всякое есть пытаюсь но я не перехожу на линию каких-то глобальных сомнений умений и так далее человеку присуще принятие триггер должен срабатывать не надо лезть туда не надо проецировать квантовое пространство ничего уяснил я что проект доказывать свою доказал и доказывать свою состоятельность заслуживает доверие нет оснований иначе думать именно партнер инвестор следит я я партнер за событиями и в курсе реализации проекта но куда уж больше хотя тоже иногда не до не дотягиваю что-то задним числом знаю потому что просто не хватает сил или пардон времени или остойчивости или или у паре как бы планомерности последовательности в чем вопрос знает содержание проекта до способен доходчиво и коротко объяснить его вот это я могу тут действительно это мы пятое интересуется возможностями участие в развитии проекта и готовится к этому и ключевые фразы чего я всегда использую для кого-то мы имеем с вами друг мой с кого с кем я говорю дело с выгодным поддержкой у него проекта и со транспортом имеем предложение для вступления имеется надежная возможность вот это самый важный свои финансы от кризиса и девальвации денег к сожалению мы к этому идем по тем не менее это тоже должно перегореть оставить свой позитивный след в нашей истории и позволить нам идти дальше за будут дивиденды время покажет людмила будут или не будут поэтому дорогие друзья я сегодня больше не буду вас задерживать надеюсь что польза от сегодняшнего вебинара было и вам и мне по мне мне по крайней мере я почил пользу поэтому я желаю вам хорошего лета она везде хорошая завидую сейчас сибири россии где лето значительно лучше чем у нас но как говорится у нас хорошее это у всего есть свои прекрасные стороны и давайте на них сосредотачиваться доброго здоровья не дружите с коронавирусом плохом смысле этого слова будьте устойчивы и сотрудничайте с ним вот потому что у него тоже есть положительные стороны берегите себя берегите близких стройской вей поддерживать планету всего доброго до скорых встреч и Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...